всем добра дня друзья с вами снова долл сегодня у меня еще один старый телефон вот такой вот все наверное знают о lg beauty кау 990 телефон 2007 года довольно старый ему сколько уже считать 47 лет тем не менее им пользуются приносят вот неплохой аппарат свое время был и так вы менять как уже видите стекло отставить экран на нем видите уголок отломанный матрица повреждена цветов нету и так выключаем телефон включается телефон наверное уже многие знают как его менять тем не менее попался мне в руки давайте снимем видео может быть кому-то она поможет болты верхние все одинаковые три здесь и снимаем батарейку и 3 под батарейкой 5 мегапиксельная камера кстати стоит на нем 2007 году это конечно было чудесно просто снимаем верхнюю крышку сняли верхнюю крышку снимаем разъем и разъем верхнего шлейфа далее внимание такой интересный момент снимаем правый край платы точнее не снимаем а вот как видите как я показывал генаем и далее нам необходимо снять вот эту верхнюю часть динамиков вспышки слота карты памяти таким образом отстегиваем и эту же застежку мы должны отстегнуть вот здесь вот я вам показываю вот она видите ее же отстегиваем и вот таким образом снимаем здесь у нас еще один разъем находится вот он этого самого это разъем самого этого модуля отсоединяем аккуратно камеру очень хрупкие разъемы у этого телефона далее дисплей далее мы с вами приподнимаем вот таким вот образом плату и вытаскиваем кнопки звука и не отставить у нас здесь кнопки кнопка камерой кнопка блокировки вытаскиваем плату давайте сразу проверим новый дисплей очень много бракованных у меня было в свое время поэтому лучше их всегда проверять подключите дисплей ставьте в каркас в который уже я ставил батарейку таким вот образом и включите нажмите на кнопку включения прекрасно загорелся экран давайте попробуем еще раз что-то он можно менять батарейка севшая у нас экран нормальный и так давайте снимем переднюю камеру вот она у нас здесь вот и отстегнул снимаю приподнимите немного вот этот вот разъем тачскрин а с верхним модулем далее снимаем тачскрин греть я считаю не обязательно этот разъем мы приподняли чтобы не повредить сам шлейф тачскрина потому что нам необходимо вот так вот отогнуть можно вынести мать просто согнули его давайте удалим пыль накопилось за годы матрица верхнее стекло экрана они это даже матрица у нас экрана приклеилась тачскрину что постоянно в этой модели происходит снимаем сломанный дисплей обратить внимание снизу потому что снизу защелкивается сняли дисплей вставляем новый дисплей сначала вставляем разъем вот в это отверстие далее внизу отгибаем вот эту вот нижнюю планку я вам показываю потому что все начинают давить и тем самым повреждают дисплей в эту нижнюю планку ставили с одной стороны то же самое сделаем с этой стороны дисплей у нас лежит снимаем защитный пластик ставим тач ставим нижнюю клавиатуру далее обратно давайте обратно поставим переднюю камеру на место ставим разъем верхнего шлейфа тачскрина тачскрина разъем тачскрина пристегивается к разъему верхнего шлейфа верхнего динамика и виброзвонка далее ставим камеру пристегиваем ее к разъему теперь необходимо вставить саму плату обратите внимание какие будут вставлять левым краем получается мы вставляем ее сначала вставляем клавиатуру кнопку точнее кнопку блока с камерой и вот обратите внимание на вот этот вот переключатель переключатель камеры и просмотра видеоснимков вот он имеет он имеет такой определенный паз и в этот паз мы должны вставить вот этот вот сам переключатель его же на плате таким образом вставляем вложим плату застегиваем разъем экрана застегиваем разъем верхний разъем разъем камеры не забудьте вставим вот этот верхний модуль вспышки и динамика слота карты памяти вставляем его в пазы таким вот образом вставили надеваем верхнюю панель я вам забыл объяснить точнее кнопки очень часто когда одеваете заднюю панель кнопки вот эти вот кнопки блок и камера они мешают поэтому их нужно вот они я вам покажу их нужно придвинуть к самим кнопкам и уже спокойно одеть панель не надо давить сильно если ничего не лезет достаточно просто подогнуть кнопки вот в принципе и все это у нас была модель КАУ-990 и это модернизированная модель от КАУ-990 они отличаются они практически не отличаются единственное отличие это вот верхнего модуля у них разные шлифа идут собираем все болты они одинаковые ставим батарейку крышку в принципе и все 10 минут на все у нас ушло включаем телефон телефон у нас батарейка села подзарядить его и пользуйтесь всем спасибо за внимание друзья это был КАУ-990 с вами был ДОВ подписывайтесь на наш канал и всем удачного дня до свидания